Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация в Республике характеризуется наличием подтвержденных 132 новых случаев коронавирусной инфекции. При этом в столице нашей Республики, в городе Якутске, зарегистрировано 44 случая. И, к сожалению, в районах началось увеличение количества случаев, которые зарегистрированы локально. В Мирненском районе за прошедшие сутки зарегистрировано 31 случай, основные заболевания, связанные с корпоративными и семейными связями. Для Ниренгринского района характерно 13 случаев, и у нас появилось повышение случаев в Эмиконском районе – 11 случаев. По 8,7 случаев зарегистрировано в Алданском и Мегино-Кангаласских районах. Необходимо обратить внимание, что в целом в 11 районах Республики также зарегистрировано от 1 до 4 случаев. И, соответственно, оперативным штабом Ивена Бытантайского района делается всё для того, чтобы совместно с управлениями Роспотребнадзора, учреждениями здравоохранения, делается всё для того, чтобы снизить непосредственно риск заболеваний в этом районе, связанный с тем количеством заболевшим, которые у них есть. Лаборатории Республики Саха-Якутия совместно с федеральными лабораториями продолжают проводить тестирование как методом ПЦР, так и методом ЭФА и ЭХА с охватом около 1508 исследований за сутки. Необходимо обратить внимание, что у нас хотя были и выходные дни, продолжали работать наши лаборатории. Сегодня практически за сутки у нас, самое большее за двое суток, есть результат, который непосредственно люди видят через различные системы, в том числе и проактивного характера. Всего обработано у нас 909 375 тестов на новую коронавирусную инфекцию. Наиболее важным вопросом сегодняшнего дня является вакцинирование населения. На 25 января в Республику поступило около 27 тысяч дост вакцин против коронавирусной инфекции. На этой неделе ожидается поступление еще около 17 тысяч. Все провакцинировано в Республике 6 929. Я думаю, что сегодня к вечеру мы планку 7 тысяч вакцинированных непосредственно преодолеем. За сутки прошлого и за воскресенье у нас вакцина непосредственно поставлена 542 гражданам Республики. Уже в 25 районах Республики проходит вакцинирование. И, соответственно, в тех районах, в которых вакцинирование еще не начато, вакцина не довезена исключительно по погодным условиям. Это Колымская группа районов и Олегминский район. На настоящий момент, тем не менее, в этих районах, как и по всей Республике, происходит запись. Запись происходит как по поликлиникам, по месту жительства, так и через портал государственной услуги. Волонтерский штаб Республики Саха и Якутия оказывают услугу по сопровождению пожилых граждан, по записи, оказанию помощи по записи для пожилых граждан и сопровождение их в пункты вакцинации. В целях того, чтобы непосредственно именно пожилым гражданам и гражданам, страдающим хронических заболеваний, как можно быстрее пройти вакцинирование и снизить риски последующего тяжелого течения заболевания или риска заболевания вообще. Кроме того, необходимо обратить внимание на то, что на настоящий момент, а значит, с 1 апреля начнется новая весенняя призывная кампания. Поэтому относительно лиц, достигших призывного возраста, также будут приняты ряд решений, направленных на то, чтобы они прошли соответствующее вакцинирование и уже нам снизить как организационные, так и материальные затраты, направленные на проведение весеннего призыва в ряды вооруженных сил Российской Федерации. Сейчас только что закончился оперативный штаб под руководством главы Республики Саха-Якутия, на котором еще раз были акцентированы и поставлена главная задача – это осуществить вакцинирование четко, по плану. Для этого мы готовы и оборудованы как холодильным оборудованием. В Айкутии зафиксировано у нас сегодня 450 медиков, которые будут участвовать в вакцинировании. Ну и, соответственно, создаются как постоянные пункты вакцинации, так и временные пункты для вакцинирования. Поэтому приглашаем всех граждан Республики для вакцинации от новой коронавирусной инфекции. Продолжение следует...